Итак, 18 числа, воскресенье, 18 июня, у нас будет тренинг астральные путешествия, астральные проекции, выходы из тела и осознанное сновидение. У нас будет интенсивное выходное, первый день интуиция, другой день астральные путешествия. И немножко расскажу про тренинг, потому что такое название немножко научное на астральные проекции. Многие думают, что астральные путешествия это что-то такое для специалистов, для избранных, для экстрасенсов, хотя на самом деле мы все с этим постоянно сталкиваемся, постоянно взаимодействуем. То есть когда мы закрываем глаза, мы начинаем работать с астральной проекцией, то есть мы воображаем, что-то представляем, вспоминаем. И мы можем делать это так, как мы это умеем, то есть какие-то там образы возникают, а можем научиться использовать эти образы, то есть во-первых управлять себя, во-вторых использовать их для каких-то своих целей. То есть разворачивать ситуацию, ситуацию формировать для того, чтобы ситуация возьмется именно такой, какой мы хотели. И это востребовано не только для художников или модельеров одежды, то есть это востребовано абсолютно для всех. Одна из таких ситуаций, это, ну как раз говорили недавно о поиске партнера, ведь когда человек хочет найти человека, другого, у него возникает какой-то образ, какое-то представление. И вот если этот образ достаточно четкий и яркий, да, то есть узнаваемый, тогда, встретив его на улице, происходит непосредственно узнавание, распознавание он или она. А если такой образ не сформирован, человек не умеет работать с обранной сферой, велика вероятность слепого перебора, да, то есть человек пробует, а может быть это, а может быть нет. Но всегда остается в сомнении, потому что картинка недоработана, картинка не сформировала запрос конкретный, и у человека не возникает точного эмоционального отклика, да, потому что вот эмоции у нас идут на образ, и у человека нет инструмента, чтобы распознать, тот ли это человек или нет. И приходится, соответственно, только путем пропашивать. Ну это как один из вариантов. А второй момент это то, что мы постоянно, формируя у себя картинку, мы через нее выбираем и то, что происходит вокруг нас, да, то есть вот события вокруг нас мы выбираем. И это и люди, и ситуации. То есть мы сначала формируем эту картинку, а потом обнаруживаем ее в окружающем мире. И, например, такая ситуация, как наше сновидение, которое у кого-то является таким состоянием забытья, когда человек ничего не видит, а просто отдыхает. Но все-таки для многих сновидение это огромный информативный источник. То есть многие люди видят сны, я бы сказал, что видят все, но не все запоминают или не все способны им с этим что-то делать. И возникает ситуация, когда человек обнаруживает, что сон достаточно яркий, достаточно значимый. И вот использовать возможность поражения в этот сон, изменять этот сон и, соответственно, управлять ситуацией, это тоже инструмент, которым можно научиться. Поэтому можно сказать, что тренинг «Астральный проект свинок из тела», он, в принципе, интересен для нескольких типов людей. Первое – это те, кто хочет научиться управлять уже имеющим инструментом. То есть управляет глаза, и вот образы возникают. И человек хотел бы научиться видеть те образы, которые он хочет. То есть формировать из них определенную картинку, а потом использовать эту картинку для того, чтобы формировать события своей жизни. Либо просто изучать мир посредством внутреннего зрения, то есть то, что присутствует в каких-то фильмах. Кстати, вот фильм был, целый сериал «Широк в тонусе», где он использовал так называемые чертоги разума. То есть он видел и мог сравнивать то, что у него есть в памяти, с тем, что он видел. Фактически, такую библиотеку огромную. И вот астральная проекция – это вообще ключ к формированию такой библиотеки. То есть человек может настолько научиться четко видеть внутреннюю картинку, что она сопоставима с распознаванием образа, когда мы фотографируем, то есть снимаем на камеру. И вот на этом тренинге мы учимся, как тренировать свое восприятие, как эту картинку формировать. Другой тип людей, которым этот тренинг может быть интересен, это те, кто закрывают глаза и говорят, что ничего не видят. Вот то, что они только говорят, а на самом деле картинка способна возникнуть в восприятии, вот этот момент я утверждаю, поскольку этот тренинг рассматриваю в том числе и как инструмент по раскачиванию своего внутреннего видения. Соответственно, можно перейти от «ничего не вижу» к «вижу что-то», затем вижу конкретную картинку, а затем вижу так ясно, как будто я вижу это с открытыми глазами. То есть это вопрос как раз тех психотехник, которые на тренинге даются. И в этом смысле мой тренинг «Астральная проекция» уникален тем, что я объясняю механизм перехода от закрытых глаз, от отсутствия картинки к четкой яркой и устойчивой картинке, которую человек может рассматривать и получать ее в деталях, изучать. То есть фактически, как люди рассматривают фотографии, как люди рассматривают через микроскоп какие-то вещи, рассматривают. То есть наше внутреннее зрение может превратиться в такой своеобразный микроскоп или телескоп, если хотите. Но для этого нужно освоить психотехники, потренироваться, конечно, и тогда, соответственно, будет результат. Второе направление — это выходы из тела, как в тренинге, то есть «Астральная проекция». Это внутреннее зрение, которое можно научиться включать. И преимущество работы с внутренним зрением заключается в том, что его можно научиться синхронизировать. И у нас будут техники по синхронизированию внутренней картинки и реальных событий в обычной жизни. То есть человек обнаруживает, что, в принципе, обычную реальную жизнь с реальными объектами также можно получить на свое внутреннее зрение, на свою внутреннюю картинку. То есть видеть его с помощью картинки. Это напоминает как бы видеокамеру, которую человек видит там через интернет события, что происходит где-то далеко. Вот это то же самое можно сделать с помощью внутреннего видения. Второй момент — это такая тема, достаточно широкая, но тоже многим интересная. Это ощущение выхода из тела. Во-первых, абсолютно точно, когда мы засыпаем, мы выходим из тела, и нам зачастую снится, что мы где-то находимся, возможно, где-то, где когда-то были, или хотим куда-то спутешествовать. И это можно рассматривать, конечно, с точки зрения развлечения, то есть почувствовать себя в каком-то месте, где мы никогда не были, да? Или оказаться где-то, где мы были очень давно, то есть пережить заново всю полноту этих переживаний. Но, наверное, более практическим элементом является то, что с помощью этого мы можем общаться на расстоянии и получать переживания и общения, находясь с человеком, который находится достаточно далеко. И практика участников зачастую приводит к тому, что такого вот таким образом пришедшего человека люди ощущают как его присутствие и таким образом активизируют опыт выхода из тела. То есть это не игрушки, это не фантазии, это тоже инструмент, который тоже можно освоить, которым тоже можно научиться пользоваться. Ну вот это такой вот небольшой экспорт того, чему мы можем научиться на этом тренинге. И еще одна тема, это как осознать себя во сне. Об этом тоже будет определенный небольшой объем информации и практика, которая вам будет нравиться. Так, как у тебя со временем? Спасибо.